Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. И наша пресс-конференция будет посвящена презентации нового романа «Текст». Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Расскажите о своей новой книге, о чем этот роман. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за ваш интерес. Я здесь действительно с новым своим опусом. Книга «Текст», в отличие от всего остального, что было сделано до сих пор, написано в совершенно реалистическом жанре. То есть у меня на лбу уже давно выжжено клеймо писателя-фантаста, и сколько бы я ни пытался его свести, всё это совершенно мне до сих пор не удавалось, как бывшие уголовники пытаются свести иногда свои наколки. Эта метафора не случайна. Так же и мне, значит, от наколки избавиться до сих пор как-то не получалось. Я покажу ещё наблюдающим через Инстаграм трансляцию. Книга «Текст» посвящена многим темам одновременно. Действие разворачивается в прошлом году в Москве и в пригородах в городе Логня. Главный герой – это молодой человек 27 лет, который, будучи студентом филфака, случайно оказывается в журновах карательной машины. Поправился праздновать задачу экзаменов третьего курса и попал под раздачу, оказавшись арестованным по обвинению в торговле наркотиками, как часто это у нас с молодёжью происходит. Статья 228.1 «Подготовка к сбыту наркотических веществ» из-за личного конфликта с оперативником ФСКН, который пытался как-то через чур интимно досмотреть его любимую девушку. Семь лет, ну пытались ему, разумеется, как тоже часто бывает, следователи предложить какую-то досудебную сделку в нашем коррупционном духе. Но мать-одиночка, школьная учительница, русский язык литературы, денег нет, живут в «Двушке» в Лобнии. Конечно, выкупить не смогли, отправился в исправительное учреждение в Соликамске, строгий режим, 7 лет. Возвращается домой и узнает, что за два дня до его возвращения мать-милат инфаркта. И, в общем, все его надежды и планы как-то возобновить нормальную человеческую жизнь совершенно терпит крах. Терпит крах, и он в состоянии аффекта тем же вечером совершает убийство человека, который его, в общем, лишил жизни. Это самого оперативника ФСКМ, за которым он следил при помощи социальной сети, потому что этого человека, его сверстника, теперь уже капитана полиции, за ним в отделе по борьбе с наркотиками был, собственно, разумеется, аккаунт во ВКонтакте, как у всех у нас. И он там, в общем, рассказывал о своей жизни, о своем друзьем. На этом история «Граф Матокристо» заканчивается. И начинается совсем другая история. История, как один человек получает, отомстив, не получив никакого удовлетворения от этого, завладевать мобильным телефоном другого человека. Значит, убив, убивая этого оперативника, он получает в свое распоряжение его мобильный телефон и должен еще неделю изображать для родных и близких убитого, что тот все еще жив. Потому что через неделю будет какая-то сделка. Этот человек, мало того, что он его посадил, подложено, он еще и приторговывал конфискованными наркотическими счетами. Как это тоже, мы знаем, иногда случается, потому что работа сотрудников отдела по борьбе наркотиков полна соблазнов и искушений, которым они не всегда умеют противостоять. И вот, значит, в течение недели, пока вырисовывается некая сделка, он должен притворяться этим человеком, поддерживая отношения с его родными и близкими, которые были в очень большей степени этим человеком разрушены, примеряясь или выясняя отношения с родителями человека, которого он убил, налаживая отношения и прося прощения у его девушки любимой, восстанавливая отношения с друзьями, которые тоже пострадали, ну и там пытаясь выпутаться из каких-то служебных его передрях. То есть он фактически живет за человека, которого он сам убил, его жизнь, еще должен прожить еще неделю, там, я не буду вам, это все завязка, это не сюжет книги, он пересказывает, это завязка буквально первые две главы. И дальше вот идет история о возможном и невозможном искуплении, о раскаянии, о любви, которая, значит, в какой-то степени обречена, потому что он еще влюбляется за убитого им человека, в его девушку и так далее. И книга, в общем, с одной стороны, как будто бы это и криминальная драма, как будто бы это и психологический триллер, но это в очень большой степени, конечно, и остукновение отцов и детей книга, потому что и у самого у него остаются незакрытыми, невыяснимые отношения с этой матерью его, которая его воспитывала из-за мать, из-за отца фактически, потому что отца он своего никогда не знал, потому что она еще и школьная учительница. И у человека, которого, значит, он убил, тоже очень сложное отношение с родителями, эпоконический конфликт. Вот, это книга и об отношениях живых и мертвых, как мы, в общем, не в состоянии все наши споры и ссоры с людьми разрешить, даже когда они от нас уходят. И эта книга о сегодняшней, конечно, Москве, о сегодняшней России, потому что человека забирают в Соликамск из Москвы 7 лет назад, совершенно из другого города, забирают его из Москвы, которой кажется, что будущее есть, и возвращают в Москву сегодняшнюю, которая в очень большой степени живет в прошлом, а в будущее даже боится заглядывать. Забирают его из конца 2000-х, из Москвы, которая выкарабкалась из первого легкого кризиса 2009 года, и смотрят в будущее с оптимизмом. Кажется, что каждый день все-таки будет лучше, чем вчерашний, как оказалось в 2000-х годах. И возвращают его сегодня в эту новую, такую гранитную, строгую Москву, которую нам предлагают как европейскую, но она мне лично напоминает, скажем, такой легкий, такой стилинизм лайт, с его генпланом и обязательно переустройство, значит, упакованное в граниты. То есть книга еще и о переменах во времени и в настроениях, и в душах людей. Ну и вообще о том времени, когда этика закончилась, когда нет больше представлений о добре и зле. Прежде всего во власти, но это из власти спускается дальше. Когда можно врать, и все врут, и ничуть этого не стесняются, а называют это индейской хитростью, как бы улыбаются в камеры потом. А времени, когда, в общем, нет ничего больше предосудительного, и можно и воровать, в принципе, и убивать, и все можно оправдать. И хотя это изначально исходит из власти, и потом через телевизор как бы остается вроде бы в какой-то телевизионной реальности, на самом деле это неизбежно, эта гниль будет распространяться дальше и на все общество. Ну и в особенности, конечно, люди, причастные, в принципе, к системе правления, они чувствуют это размытие на себе. Ну, я думаю, что это всегда было, это, разумеется, не касается исключительно нашей страны. Вообще люди, находящиеся во власти, они, ясное дело, в любых странах, имеют гораздо более подвижную какую-то этическую систему координат, и они себе многие вещи позволяют, объясняя, там часто это, в принципе, меньше зла. То есть, если приходится выбирать между двумя видами зла, то приходится выбирать, наверное, то, которое меньше. И так они разрешают себе творить зло, в принципе. И об этом тоже, в общем, роман. Несмотря на все эти, в общем, драматические темы, книга читаться будет, я думаю, что легко и увлекательно. Но это уже не мне, разумеется, судить. Это вот такая краткая презентация, чтобы не слишком сильно спойлерить вам по поводу сюжета. С удовольствием отвечу на какие-то вопросы и будущего. Да, я хотел бы уточнить, ну, сюжет очень интригующий. А вот те герои, которые описаны в вашем романе, это настоящие живые люди или это вымышленные герои? Вы знаете, ну, центральный герой, он вымышлен. У него нет прототипа, и я его, я придумал сначала коллизию, и потом стал придумывать, воображать себе героя. Что касается персонажей второстепенных, то у них есть прототипы, а антигерой есть прототип, который, значит, в отличие от антигероя, которого наш герой, в общем, убивает практически вначале, все еще жив и здравствует, уволился из внутренних органов и продолжает успешные деятельности по своей основной линии. И остальные какие-то второстепенные персонажи, они все имеют каких-то реальных прототипов, чем-то вдохновленных. И вообще, книга очень реалистическая, я думаю, что, если кто-то, уважаемых коллег, потом поднесется к делу менее формально и захочет ее прочесть, удивится, в общем, такой искренности и настоящести того, что там есть. Несмотря на вот такой чуть-чуть умозрительный сюжет, вся фактура очень натуралистична. Это, безусловно, узнаваемая Москва, это узнаваемые совершенно наши сегодняшние реалии, это все настоящее мясо. То есть это совершенно, в отличие от каких-то предыдущих моих вещей, невоображаемое. Это все то, что происходит. Ну и портрет той страны, в особенности города, конечно, за страну я не в ответе, того города, в котором мы живем. Дмитрий, при написании романа вы с кем-нибудь советовались? Я так понимаю, что у вас описано, писатель ФСКН, все-таки их работа не всем так открытая. Ну, вы знаете, по счастливому течению обстоятельства, поскольку я все-таки писатель массовый, среди этих масс есть совершенно разные люди. Есть сидельцы, бывшие и настоящие. Мне периодически во Вконтакте приходят письма из тюрем, где мне рассказывается, что там метро у них ходит из хаты в хату. И оттуда меня консультировали. Консультировали люди, сидевшие по разным статьям, потому что герой-то все-таки отсидел. Это не блатной роман, но, тем не менее, эту часть биографии, семилетнюю главного героя, никак не выкинуть и нужно давать достоверно. Поэтому, разумеется, у меня среди читателей были люди, отбывающие наказание за различные преступления. Были, разумеется, и сотрудники правоохранительных органов, которые на условиях анонимности согласились вычитывать текст, указывать на какие-то несоответствия. Разумеется, я не бывший сотрудник и не действующий сотрудник, поэтому эти вещи для меня были, скорее, по каким-то впечатлениям, по слухам, сплетням и разговорам. Но книга в том виде, в котором она есть, не содержит совершенно никаких невероятностей, неаккуратностей, вычитанных действующими сотрудниками правоохранительных органов и бывшими сотрудниками ФСКН. В общем, и приведена в соответствии с тем, как вещи происходят и разворачиваются на самом деле. То есть, повторюсь, здесь есть очень высокая степень аккуратности и точности. И при этом сюжет будет такой, чтобы держало, чтобы не отпускало и чтобы звенело надрывно. Дмитрий, а вот насколько было сложно уйти от вашего привычного вам, возможно, жанра, фантастики? И не хотелось ли именно в этом романе что-то приукрасить? Смотрите, ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Был соблазн немножко добавить какого-то магического реализма или немножко гротеска, но не хотелось, с другой стороны, отходить от точности и от честности. Поэтому есть какие-то сцены, которые там герой снятся, но всегда заявлено напрямую, что это сон. И это немножко добавляет чуть-чуть больше воздуха в эту достаточно безвоздушную историю. Что касается, в принципе, отказа от фантастики, то я к этому довольно давно шел. И у меня, на самом деле, в числом виде фантастических произведений, наверное, только одно, называется оно «Будущее». Книга про мир, где люди, значит, победили со старением и остаются вечно юными. Все остальные книги, они гораздо в большей степени представляют себя социальное моделирование. В «Метро-2035» там вообще, кроме предположения «Одерной войны», ничего нет фантастического. «Рассказ о родине» — это политическая сатира, такая немножко Сылдаков-Щедрин чуть-чуть, light. И в любом случае мне как-то всегда хотелось жанры смешивать и новые для себя пробовать. Не знаю, читали, уважаемые коллеги, ну, так сказать, я немножко колумнистикой балуюсь, занимаясь и какой-то общественной критикой, и политической критикой, будучи не столько фантастом, сколько и журналистом, вообще-то там, и международником. Поэтому мне всегда как раз хотелось экспериментировать и больше свободы получить. И здесь, мне кажется, просто это очередной шаг. Очень не хотелось бы оставаться автором одной даже успешной книги и тиротрилогии, просто потому что это скучно. Знаете, как только закончился поиск, сразу кончилась и какая-то творческая работа, и началось уже такое ремесло. Это меня очень увлечает. Мне кажется, все-таки, я не улицы подметаю, у меня немножко больше есть возможности для творческого подхода, надо это использовать. А к пятому авторам, которые из книги воспроизводят какие-то успешные свои схемы, и шаблоны, я отношусь, скажем так, снисходительно. Я никого не осуждаю, человек слаб, подвержен соблазнам, и важный соблазн продолжать хорошо зарабатывать. А когда ты экспериментируешь, ты рискуешь. И с этой книгой, конечно, для меня есть определенный риск. Спасибо. Торекий журналист, да, хотел, чтобы вы тоже присоединились к нашему диалогу, поднимать руку, представить ей ваш вопрос. Очень, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья Кратович, Масленка. Первый вопрос. Ожидает ли эту книгу экранизации? Кто из режиссеров и актеров мог бы воплотить эту историю, образы, которые у вас там созданы? Знаете, мне, в отличие от предыдущих моих вещей, эта книга достаточно камерная и... Ну, камерная, не... Извините. С тех пор, когда я написал книгу про наркотики и тюрьму, все слова начинают обретать дополнительный смысл для меня. Значит, эта книга достаточно минималистичная. Речь идет о нескольких, буквально, героях, и локаций тоже несколько. Это Москва и Лобня. И поэтому я думаю, что это гораздо более просто реализовать, чем роман о России после ядерной войны, где требуется и компьютерная графика, и эпические какие-то сцены и так далее. Но она только выходит. Это вот буквально я сегодня в первый раз подержал ее в руках. До сих пор, я думаю, что ни один знакомый или незнакомый мне режиссер ее прочесть не мог. Посмотрим. Хочется. Но у меня очень как-то несчастливо складываются отношения с экранизациями. И даже вот эта знаменитостья история с покупкой прав на экранизацию «Метро-2033» пока ничего не привела. То есть, когда люди покупают права, это вовсе не значит, что они потом все это реализуют. Поэтому... То есть, по мере, пока никаких названий не можете? Пока нет. Пока нет. Но будем надеяться, что в течение лета, может быть, какой-нибудь хороший талантливый режиссер, уезжая в отпуск, прихватит с собой книжку с яркой обложкой и скажет, почему бы и нет, в конце концов. Ведь мы сами вот на трейлер крутится сзади. Мы пока сами на iPhone своими силами сняли промо-ролик для текста, на котором изображен главный герой, какие-то его жизненные коллизии. Сыграли студенты в гик в нем. Так что пока вот такая экранизация у нас. Хорошо. Следующий вопрос. Проект «Вселенная метро-233». Его подходили писать из очень многих стран. Как вы оцениваете развитие этого проекта? И там огромное количество фамилий, уже огромное количество городов. Вот кого вы выделить смогли, если знакомы с этой историей? Вы знаете, как? Дело в том, что сейчас этот проект уже живет своей жизнью. Он живет и достаточно успешно. И книги переведены на всяческие языки. И практически все европейские. И немецкие, и французские, и испанские, итальянские. И восточную Европу, там Польша, Венгрия, и что-то еще там. И даже на корейские, в Южной Корее достаточно успешно. Но я просто немножко отошел от этой всей истории, потому что нельзя заниматься всем одновременно. И мне чуть-чуть это, конечно, наскучило, если честно. По понятным причинам. Я 20 лет этом метро просидел, уже седина, и уже сколько можно. Поэтому у меня хотелось бы как раз свои какие-то накопленные эмоции, рассуждения, размышления, идеи канализировать какие-то другие истории совсем. Но проект продолжает жить. После определенной паузы он сейчас восстановился. И будет в следующем году новая компьютерная игра, которая только что анонсирована. И я думаю, что это все продолжит существовать. Но мне хотелось бы... У меня есть несколько еще ударных, как мне кажется, задумок по поводу следующих романов. Они никоим образом не связаны с постапокалиптикой, с ядерной войной. И мне хотелось бы на них, в первую очередь, сосредоточиться. Это и киносценарии, причем это могут быть какие-то там буквально достаточно камерные, драматические истории без какой-либо доли фантастики. И какие-то гротескные вещи. То есть, ну, совершенно разные, разноплановые. Я хотел бы, сейчас немного переведя дух после романа текст, который стоил мне нервов, усилий, пота и крови, перейти вот к этим новым проектам. И еще вопрос, но я не могу не затронуть тему по поводу художника и свободы творчества. Нынче это очень популярная тема. Вот скажите, история с Матильдой, история со спектаклями Кирилла Серебренникова, это все-таки ограничение свободы творчества? Либо же это обоснованные претензии, может быть, в общественности? Нет, я только не верю в общественность. Общественности по барабану. Общественность сидит дома, она занимается огородами и ездит отдыхать в Египте, пока снова не закрыли. Вот этим занимается общественность. Что касается, значит, Кирилла Серебренникова, и в случае с Матильдой, это просто конкретно одна недалекая женщина, влюбившаяся в мертвого царя и, может быть, подменяя его фигурой Путина, или нужна влюбилась в Путин, изменять его на царя. В общем, сложная история, очень фрейдистская. Очень фрейдистская история. Тем более, как мы выяснили, у бойфренда нет. Оказалось, то есть, у него расстреляли большевики в Патистском доме. В общем, трагично, трагично. И вот этот человек сейчас лезет в красивый, драматичный и очень интересный фильм. Зачем? Ну, просто потому, что вот надо как-то, наверное, чтобы забыли, что они раньше были погоны прокурорские и совсем другой прокуратуры. А что касается Кирилла Серебренникова, ну, мне кажется, это давление со стороны власти, человека, который долгое время с властью пытался как-то заигрывать и взаимодействовать, но потом от власти стал отходить. Возможно, это наказание предателя. Потому что у КГБшников же очень присутствует это в ментальности, поймать и наказать предателя. Возможно, вот такие проявления какие-то или более сложные. Но понятно, что Серебренников, который при Суркове с властью старался дружить, и от нее получал определенные финансирования гранты и подлаживания сейчас занимаются более и более радикальной позицией в своей критике того, что в стране происходит. Ну, потому что страна как бы отъезжает немного в неизвестном направлении. В общем, Серебренников, я думаю, примерно где стоял, там стоит. Но страна поехала в направление Колымы чуть-чуть. Ну вот, и этот разрыв становится все более и более виден между пероном и вагоном. И у меня примерно такая же ситуация. Ну и поскольку было мягкое место, в котором можно было уколоть или ущипнуть, его вот укололи и ущипнули. Очень глупый поступок, потому что это очень медийная на Западе фигура, это, в общем, самый успешный наш театральный режиссер, известный по всему миру, ставящий спектакли и в Берлине, и в других городах. И зачем нужно было вот так это делать, непонятно и необъяснимо. Но, видимо, там есть определенная автономия у различных силовых органов и спецслужб, и они как бы эту автономию в той или иной степени пользуются. А вообще, скажите, художнику нужна свобода творчества? Просто вот если вспоминать, например, золотой век литературы, допустим, да, он начал свое существование где-то примерно во второй четверти 19 века при Николаевской России, при Николае Первом, таком жестком достаточно странителе, и развивался очень... Мы сейчас этим гордимся. Может быть, действительно, когда есть вот эти рамки, тогда и рождаются в Гоголе, там, вот Сухову, Кобылиной, Дышкиной и так далее, и так далее? То есть, ну, о Серебряный век, понимаете? О Серебряный, да, то же самое. Ну, я не сказал бы, то есть, это... Серебряный век, все-таки, это... Когда случаются драматические перемены и переломы в судьбе страны, когда общество проходит через какие-то существенные трансформации, да, это, там, начало 20 века, предпредчувствие мировых войн и уже, там, накапливающееся, неизбежное ощущение того, что старая Россия себя сжила, и, тем не менее, попытки каким-то образом ее, там, скрепить, удержать, отрицать очевидные перемены. Люди это предчувствуют, творчески люди это предчувствуют, из каких-то своих повседневных ощущений коммуникации выносят это. И то же самое, я думаю, что и с золотым веком. То есть, это не связано с попыткой подавить, удержать и ограничить, это, скорее, вопреки им происходит. И искусство, и вербальное, и невербальное, это всегда же попытка одних людей для других осмыслить происходящее. В нормальных здоровых обществах этот диалог часто ведется в СМИ, в средствах массовой информации. Но у нас они сейчас преимущественно все, особенно большие СМИ, транслируют одну и ту же позицию, которой нужна власти. Которой нужна власти, чтобы как раз общественные перемены какие-то удержать, и чтобы себя легитимизировать. То есть, чем меньше выбор похожи на выбор, тем больше нужно оправдывать происходящее. И понятно, что там весь телек транслирует одну и ту же позицию под разными углами. Где-то нам объясняют, что это американцы, где-то что это рифтилоиды. Но так или иначе мы осаждены в цитадель добра и справедливости вокруг враги, а мы пойдем своим путем, мы уникальным, неповторимым и так далее. Соответственно, когда СМИ зашумлены лояльным, лоялистским каким-то контентом, тем не менее, важные события, происходящие сейчас в жизни страны, то есть мы вдруг поменяли вектор, понимаете, нам обещали восстановить империю, по которой очень многие люди скучали действительно. Это естественное чувство для жителей всех бывших империй. Англичане до сих пор скучают по утраченной империи, венгрии скучают по автровенгерской империи, которую они утратили сто лет назад. Американцы, я думаю, что тоже будут скучать в свое время. И так далее. И мы тоже скучаем, и этим злоупотребили чувством, и нас сейчас полностью развернули вектор развития. Мы практически с вами о будущем не разговариваем. Мы не знаем, что нас ждет, но мы будем туда заглядывать. А тем не менее, не говоря о двух кризисах, которые на самом деле происходят вовсе не из американских санкций, а из-за того, что мы так и не сумели экономику реформировать и трансформировать. То, что у нас полностью парализована политическая жизнь в стране, вся оппозиция приручена, посажена на поводок, прикормлена. В Думу вся голосует единогласно по всем вопросам. Все это разнообразие, оно очень имитированное. Но, то есть негде обсуждать важные проблемы, понимаете? В Думе парламент не место для дискуссий, и СМИ тоже не место для дискуссий. На ток-шоу, как бы, ток-шоу используют как просто инструмент моделирования общественного мнения. Зовут прикормленных оппозиционеров и прикормленных провластных экспертов в нужной пропорции. Ну, и можете все это не давать потом, просто мы с вами умные люди все понимаем. Вот, значит, мы же с вами соглашаемся, что это так. А где мы еще будем обсуждать, в общем, происходящее, как у нас... А кино существует на государственные деньги. То есть, соответственно, хочешь как бы, иди к Мединскому снимай патриотическую всякую шнягу. Вот. Остается, в общем, только литература, по большому счету, и Фейсбук. Ну, там, какие-то маленькие издания какие-то, да, которые не трогают, потому что у них очень низкая литеральная значимость. Потому что, ну, эта книга у нее там, конечно, на 45 тысяч. Ну, ладно, 45 тысяч там прочтет, фиг с ними. Поэтому я могу себе позволить какую-то свободу и обсуждать то, что хочу. И тем языком, которым хочу, и тем, которым хочу. То же самое с колумнистикой. Когда ты контролируешь все каналы российского телевидения, а то, что ты вытеснил в кабель, и тот, и ты с ним там можешь дружить, да, через каких-то более там своих симпатичных чиновников администрации. Пожалуйста, книга все еще сейчас может оставаться свободой. Но книге сегодня нет такой значимости, как она была в Германии 30-х годов, когда их приходилось сжечь. Сегодня книге «Жечь» не обязательно, потому что ты контролируешь, значит, телевизионные каналы, и у тебя есть фабрики троллей, которые создают видимость общественной поддержки чего угодно. Но потом люди начинают верить в то, что им говорят. Тем более, что здесь очень, как бы, как мы уже говорили, такие чувствительные точки национальной души, желание вернуться в статус сверхдержавы, вернуть уважение к себе. Это нормально. Ну, даже я там при всех своих прозападных, каких-то там либеральных, демократических взглядах, я когда вижу, например, там, Олимпиаду, открытие-закрытие, и пока я думал, что мы честно все эти медали получили, я испытывал гордость за свою страну. И мне хотелось, я хочу чувствовать гордость за Россию. Я не хочу ее внобить, я не хочу критикать, не доставляю от удовольствия. Я понимаю, что это определенный риск, и что, в принципе, людям неприятно это слышать. Конечно, мы хотим все любить страну, в которой мы родились, в которой мы живем. Только нам поводы все-таки какие-то странные предлагают для этого. То, значит, мы на Грузию напали, то, значит, мы имитируем Вторую мировую войну на Украине, ну и так далее. И мне хотелось бы какой-то вот такой нормальный человеческий повод, в проекте «Великая эпоха». Я прочитала вашу книгу «Начало», что было доступно в интернете, и конец, пока мы вас ждали. У меня такой вопрос. Герои, его судьба от начала до конца книги, она прослеживается. Это бесспойлер. Да, но, вы знаете, есть такое одно слово, нехорошее, но определяющее, да, это безнадега. Вот я ее читала, и это какая-то вот безнадега. Откуда ваше понимание такого глубокого одиночества у человека? Почему у этого человека нет своих друзей, ему надо использовать тех, кого нет своей девушки, нет дяди, тети, нет семьи, такой в нормальном понимании человека, нет окружения? Почему только одна мама, она, ну, представляла вот смысл всей его жизни, вся его опора? Это же ненормально, это же неправильно. Это социальный вопрос, социальная проблема, или как вы ее хотели решить в этой книге? Вы знаете, я вообще не решаю в книгах никаких проблем и не отвечаю на какие-то вопросы. Я, скорее, хотел бы более остро ставить вопросы, которые мне кажутся важными для понимания ситуации, которые сегодня там у нас в обществе, в данном случае. И конкретно этот герой, ну а что делать, если его вырвали из нормальной жизни, и на семь лет его, значит, упаковали в Соликамскую исправительную колонию. Вот он вернулся, а девушка, разумеется, уже не то, что только что его бросает, на второй год, девушка, ради которой он вступался и, значит, входил в клинище сотрудником, этим оперативником, когда он потом убивает, девушка на второй год не стала ждать его и ушла. Ну, потому что молодость уходит, и кто будет в реальной жизни, в отличие от романтических сериалов, ждать семь лет человека, лучшие семь лет, конечно же, нет. Друзья, у него были друзья, но друзья живут своей жизнью уже. Приезжая, они бородатые, в клетчатых рубашках модные ездящие отдыхать на Шри-Ланку, кататься на серфе, и к ним выпускают через семь лет, к ним выпускают совершенно другого, обожженного, обугленного, изменившегося человека. Это вопрос еще к нашей пенитенциальной системе, к тем, который даже я опасаюсь поднимать. У нас буквально полстраны отсидела, и наша тюряга, она заточена на то, чтобы людей просто накалечить, никаким образом не связаться с правлением. И вы знаете, это гигантская субкультура, которая на самом деле не такая уж и субкультура. У нас президент регулярно на фене разговаривает с населением, потому что это правильный язык, чтобы люди там боялись, уважали. Включается нейролингвистическое программирование определенное, и когда ты вдруг в речи начинаешь впитать тюремный сленг, какое-то спонтанное, совершенно неконтролируемое уважение к человеку, ну такое, на грани страха. И он этим активно достаточно пользуется. Мы начнем с того, что он предлагал там мочить сортири, это, разумеется, это даже не язык питерской подворотни, понимаете? Или там, когда Усманов говорит, тьфу на тебя, это же тюремная совершенно история. Молодежь говорит там чпокаться вместо заниматься сексом, думает, что это такой веселый легкий эвфемизм, невинный, но на самом деле это тюремное слово. Это тюремное слово, это часть фени, которая там с 40-х, 50-х годов, то есть и масса шмана, и так далее. То есть на самом деле, очень большой процент нашего повседневного сленга, это на самом деле лагерный жаргон, потому что огромное количество людей сидело, они выходят, и они дальше влияют, разумеется, на нашу ментальную связь. У нас страна, который в буквальном смысле сидел и сидит, понимаете, это у нас есть, и тюремная иерархия. Там Иосиф Виссарионович активно использовал уголовников для контроля над политическими заключёнными, у Шаламова это описано в частности, у Солженицына тоже. Уголовные элементы используют для подавления политических заключённых в лагерях. И в принципе, эта система с использованием уголовной иерархии для контроля над политической ситуацией, она оттуда мигрировала из лагерей потом в обычную жизнь. Это тоже важный вопрос, но как вот об этом там не поговорить? Что касается безнадёги, ну, это нуар. Нуар, я не сказал бы, что полный безнадёб. Вы какие-то, если читали начало и конец, вы какие-то пропустили вещи в середине, которые на самом деле дают определённую надежду и определённые темы поднимают. Эта книга не о том, что все умерли и всё плохо. Нет. Нет, эта вся книга совсем не об этом. Но не всегда хорошая концовка хороша, а плохая плоха, понимаете? Главное, чтобы темы поднятые получили какое-то своё развитие. И чтобы продолжало, когда вы последнюю страницу... Вам факт пришёл. Это пейджер. Пейджер. Главное, чтобы закрыли книгу и она продолжала ещё вас как-то жить резонировать, не отпускала. Не отпускали. Хорошо, хорошо. Вот, как крючок рыболом. Два слова. Скажите, какое будущее вы бы сфантазировали для России? Я на самом деле фантазировал уже. Оно сбывается, к сожалению, постоянно. У меня на самом деле с очень большим количеством книг связано мистическим... Можно вообще звук выключить? Так, я открой секрет. Но, я скажу, значит, дело в том, что... Сейчас немножко отвлекусь. Дело в том, а мы в будущем сами уже живём. И вот мобильный телефон, который у меня, значит, стоит здесь на столе и через который я веду прямую трансляцию в свой Инстаграм, это только одна из многочисленных его функций, разумеется. И мы свою память делегировали телефоном. Всё, что мы хотим запомнить, мы им фотографируем. У вас много, да? Нет? А это так финальный? Говорим. А, окей. Чтобы я остальные журналисты обучили телефоны. Музыкальный. Это просто, чтобы не было так всё мрачное, мне было так мрачное, если у нас веселый саундтрек для нашего мероприятия. То есть, ну, ориентация в пространстве это навигатор делегированным телефоном. Всё, что мы хотим с вами там запомнить, мы снимаем это семейные торжества, пишем на видео, и люди, которые там от нас уходят, всякие там бабушки, дедушки, остаются с нами вот на этих записях, и лучше мы их помним, чем сами бы когда-либо запомнили, разумеется. Переписываемся вместо того, чтобы разговаривать. Это не называется текст, потому что там же он переписывается, этот человек, который, значит, он убивает. И мы сегодня очень много переписываемся, молодежь тут вообще практически. Я знаю только одного человека, там девушка стоит, которые записывают голосовые сообщения, а все остальные просто пишут. И за счет этого как раз можно одному человеку притвориться другим человеком, потому что в голосе как бы есть дыхание, а в переписке нет. И тем не менее нам удобнее оказывать такой вот эпистолярный жанр. И обмен фотографиями, чтобы обменяться впечатлениями, да. Девушки часто шлют своим кавалерам всякие-то полуобнаженные фотографии, чтобы как-то их, значит, поддерживать в тонусе, там, или искушать, там, соблазнять и так далее. Это очень распространенная фабрика, практика. Девушки смеются, потому что знают, что все этим занимаются, и все малые люди это получают. Это прекрасно. Но, тем не менее, телефон какие-то совершенно не свойственные телефонные функции обретает. Я бы сказал, что это такое резервное хранилище нашей души. И мы именно за счет этого, как бы, мы даже не понимаем, что в телефоне вот есть все про нас. И наши какие-то страхи, и сомнения, и грехи. Измены, соблазны, обманы, предательства. Исповеди. И чревоугодие, конечно, вот это фудпорн, потому что, называется, когда люди фотографируют свою еду каждый день, заставляют всех на это смотреть. Это чревоугодие, конечно. Все человеческие грехи тут находятся. Но и исповеди, и признание в любви, и иногда даже предложение выйти замуж, и расставание через СМС, если не хватает смелости встретиться и посмотреть девушке или молодому человеку в глаза. И тут же желание славы и возможность прославиться. То есть это на самом деле давно уже никакой не телефон. Телефон это такая ерунда, вот вертушка, в которой провод идет витой, вот это телефон. А это я не знаю вообще, как назвать. Это и не коммуникатор даже. Это нечто совершенно новое. И через него за нами можно следить. И следят за нами через него, разумеется. И все эти информации собирается, обрабатывается не только спецслужбами, но и коммерческими службами. Вы же наконец-то сказали, при телефоне отдохнуть в Турции, и вдруг телефон начинает предлагать рекламу отдыха в Турции, в Инстаграме, например, среди ленты. Как это происходит? Потому что они подслушивают, анализируют речь, разумеется, если есть Сири, которые можете распознать, и другие всякие программы могут распознать. Google сейчас собирает все ваши переговоры на серверах и хранит их бесконечно, если только вы не напишите письмо, что им немедленно удалить. Все это там есть. И мы еще там соцсети столько поверхностно затронули. Все можно через телефон о нас узнать. И это другая эпоха, совсем без телефона, мы, в общем, как без рук. Совсем другие люди уже. Он нас делает сверхлюдьми, фактически, способными немедленно с другой стороны земли коммуницировать. И причем и видео. Я помню, когда маленький был, читал в Алисе, у Кирбылучева, про видеофон, отказал хоть невероятной фантастикой. Вот это давно уже есть. Мы только бесимся, когда скайп тормозит. Насколько привыкли к этому, что уже предъявляем требования к скайпу, чтобы он совсем уже безупречно все это делал. Упал мегафон трагедии национальной, потому что треть людей лишилась возможности выкладывать фоточки и звонить каждые две минуты родным. Меня там в детстве отпускали гулять во двор, не было никакого телефона. Ну, как я думаю, что и в вашем детстве надо было копейки в токсофон бросать. Теперь люди привыкли быть постоянно на связи. Даже мы были атомизированы, это какая-то нейросетика. Ты постоянно требуешь людей быть на связи. Хорошо не отвечать, этика меняется, не нужно подходить к телефону, нужно в течение 10-20 минут отписаться. Телефонии, доступности и всех этих технологий сопутствующих. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Журнал Мир Информ и портал започтания. Борис Примочкин. Если публика со мной согласится, я хочу сказать огромное спасибо вам просто как человеку, который прекрасно говорит и выражает свои мысли четко, ясно и удивительно и художественно. Спасибо. Это началось с того, что вы рассказали все это. Вы его рассказали так, что я сразу догадался, почему на слове не текст, когда вы сказали, что это фактически через телефон, уже в телефоне начало прорастание фактически. То, о чем вы сейчас говорили, вот он ваш герой. У меня такой простой вопрос. В рот ему попадает песчинкой ваша жемчужинка. С чего началась ваша жемчужина? В этой истории? Или вообще в жизни? Про жизнь потом вопроса. Это была сценарная заявка. 6 лет назад это была сценарная заявка, происходящая от одного режиссера достаточно известного, который предложил мне подумать, что было бы, если бы один человек нашел телефон другого человека. И дальше уже все остальное про человека, замещающего своей жизнью, жизнь человека, который он убивает и так далее. Героя, персонажа, что он убивает. То есть это буквально был такой. И была написана заявка 6 лет назад, но поскольку она для этого режиссера оказалась слишком жесткой, не скажем, мы сначала с ним это обсудим, если он даст добро, то, значит, поскольку эта заявка была достаточно жесткой, мрачной, и это был муар изначально, он сказал, что нет, ну так мы не можем, это что такое, это не зрительское и так далее. Ну я думаю, ладно, ну, а если я книгу напишу, вы не против? Он говорит, я не против, пиши на здоровье. Вот так он ничего такого похожего и не снял, это у него осталось, видимо, какой-то там мимолетной идеи, а я вот 6 лет спустя дозрел до того, чтобы написать этот роман. И заняло это, там, около года примерно, активную работу последние несколько месяцев шла, но идея обозревала, тем не менее, много лет. Ребенок, как он развивался? Ну, в зачете его сказали, в начале, это где-то там все равно остается, но тем не менее, у него был раскопый возраст, от особого образа гормонов. Вообще, как вот ваш этот живой организм? Знаете, ну, есть у меня вещи, которые в течение десятилетия, например, во мне как-то существовали и постепенно развивались и обозревали и так далее. Но это, скажем так, просто ушло накопление. То есть, у тебя есть мысль какая-то? Когда ты твердо решил уже писать все, что с тобой происходит, ты начинаешь немедленно примерять на этот сюжет и подтягивать отовсюду где-то какие-то газетные истории, где-то разговоры с друзьями, где-то какие-то романы любовные, где-то конфликты бытовые, где-то лица, которые ты увидел в метро. Все ты начинаешь примерять на свой сюжет. Начинается просто такое втягивание из внешнего мира материала. И вот это тот самый, как глина, или плоть на костях, или пластик в 3D-принтере, который, собственно, потом уже сам роман, сама книга. Конечно, если бы 6 лет назад я взялся за эту вещь, она вышла бы другой, потому что телефоны такую роль стали играть в нашей жизни именно сейчас. Тогда это были бы просто смс-ки, и это был бы гораздо более скупой и скучный, мне кажется, роман. Сегодня все-таки именно за счет того, что целиком душа наша там находится, а не одни переписки, по которым слишком много додумывать, книга получилась гораздо более точной и объемной, и интересной. Так что я рад, что 7 лет, 6 лет назад я за нее, в общем, не взялся. И, конечно, там все было иначе и заявлено, и кончалось все по-другому. Когда ты умозрительно какие-то вещи делаешь, ну, так схематично, сюжетная заявка, это одна страница, да, выходит достаточно все это шаблон. Но когда ты садишься за героя продумывать и проживать, из-за него прописываешь это все, и стоишь еще в какие-то обстоятельства, ты пытаешься понять, почему он такой, и какое у него было детство, и какие в детстве с ним случались истории, и какие отношения у него с друзьями, и с матерью, и с отцом, и с, не знаю, с противником каким-то, или там нет никакого противника, он с собой пытается разобраться. Это все, вот эту проверку на шаблонность не проходит. Ты понимаешь, нет, это шаблон, но это телевизионный сериал, это не в жизни так бывает. А как в жизни может произойти? И стараешься сделать, ну, честно, как ты бы себя повел, да? А я бы себя повел, ну, как живой человек себя ведет. Я не герой, я не, не, так сказать, не очень далекий человек, не сверхобразованный. И все эти эмоции, которые положены испытывать персонажем кинофильмов на широкоэкранном формате, конечно, мы с вами их не испытываем. Любовь у нас поплоще, чем в фильмах показано, страхов побольше, комплексы, вечные сомнения в себе вне зависимости от возраста, хотя с возрастом, конечно, подпускают немножко. Но и так далее, и отношения с близкими полны различных противоречий, так сказать, и одного ребенка любишь больше, чем другого, и хотя бы никогда не признаешься, ну, и так далее. Ну, то есть, и когда ты честно просто, как живой человек, пишешь за свой персонаж, и другие люди узнают это и ценят эту искренность, потому что, повторюсь, все массовое искусство, оно очень замусорено нашаблонами, ты боишься кого-то отпугнуть, поэтому давай у нас герой быть прям уже герой, а девушка, она же прям красавица-воскрасавица, а любовь у них нужна сразу до гроба, и так далее. Сериалы чуть-чуть честнее, американские сериалы, какие-то нам английские сериалы, и наше в этом направлении в принципе начинает идти. Ну, а все, что телевидение, это желание потрофить всем сразу, боязнь кого-то отпугнуть. Кино — это государственные деньги. Это желание устроить всех, понравиться всем. А там, где хочешь понравиться всем, там в итоге получается нечто совершенно беззубое, и очень замыленное, и очень скругленное. А литература, она как раз может себе позволить и честность, и надрыв, и искренность, и какое-то разоблачение себя, исповедь. И именно за этим, мне кажется, мы книги читаем. Потому что это самое честное из искусств. Оно самое низкобюджетное. Не надо рисковать чужими деньгами. И поскольку не надо рисковать чужими деньгами, не надо оправдываться перед инвесторами, и не надо оправдываться перед продюсерами, и телевизионным руководством, и политическим руководством, можно делать то, что хочешь. И дальше уже, насколько тебе хватает способностей, настолько ты и сделаешь. Дима, скажите, пожалуйста, я ознакомился с текстом через газету «Метро». Но то, что в ней присутствует какая-то сконцентрированная тёмная энергия, действовала очень значительно. По разным обстоятельствам я прервал общим знакомство, и мне не хватило разума, как бы девушки, отыскать вас в интернете. Но, в принципе, отыскать вас в интернете можно. Это вот такой принудочный вопрос. А главный вопрос, понимаете, «Метро» газета, она как бы, это ваша первая проверка на насколько роман выдержит вот это воздействие. Воздействие-то там есть, я же чувствую, как вы выбираете все эти самые образы, как они у вас плотно идут. То есть там такой бронсбой, который, конечно, то, что называется, припечатывает к стенке, но при этом тёмная энергия не даёт мне погоя. То, что сказала. Как вас выпустят? Ульяна. Она абсолютно права. Там какой-то такой вот мрак, из которого... Вы «Белый Бим» и «Чернуюху» читали? Очень мрачная книга, хочу сказать. И, наверное, самое сильное впечатление моего детства. А потом, и следующая книга, которая у меня произвела впечатление, это «Строит Одиночество». Очень мрачная книга. И концовка просто убийственная. На две недели испортил мне настроение. Но, знаете, в этом есть сила. Безусловно. Вот. А в жизни, ну, как бы, я понимаю, что для газеты «Метро», которая старается быть такой, «Хэ-хэ-эй!» веселиться, это немножко был рискованный проект. Чуть-чуть рискованный проект. Но, с другой стороны, знаете, не все же веселиться и не все к луна-да. Есть вещи, которые... Мне кажется, это такой немножко очистительный огонь. Конечно, я понимаю, они рискнули, да, поставив у себя этот текст. Я надеюсь, что никто там не шагнул под поезд после этой книжки. Хотя пару лет не шагали под поезд за это время. Нет гарантии, что это не из-за романа текст. Но не надо бояться, литература должна быть, мне кажется, разнообразной. И, ну, пусть кто-то пишет «Приключения и незнаки» дальше. А кто-то, конечно, тоже, она и меня тоже вымотала, эта вещь. Вы чувствуете энергетику? Я тем более чувствую. И во мне все это рождается. И здесь есть, конечно, как у любого писателя немножко конструирование, у любого романиста, потому что, наверное, по этой все-таки конструируют меньше. Но есть и какая-то, безусловно, магия, шуманизм. Вот, когда эти герои начинают обретать плоть и кровь, когда они начинают жить и чувствовать, и когда они отказываются подчиняться сюжетным каким-то императивам, а делают иначе, потому что, вот, это живой же человек, он не может сделать так, да. Кто оказался, то есть, герой чиниться в вашем замызе и не повел себя с вами? Ну, так сказать, это тоже, опять же, нельзя спорить же делать, но все-все в итоге герои жили и живут, как бы, и умирают так, как живые люди бы жили и умирали, понимаете? То есть, там нету шаблонных каких-то и проходных персонажей, как мне кажется, по крайней мере, я старался этого избежать. Последний вопрос. Как родился писатель Дмитрий Клуховский? Разрование, родители? Да, там не было три года. Папа принес с работы пишущую машинку, папа журналист, работал на радио, и принес домой пишущую машинку, и я ее у него захватил. Ну, нет, на самом деле, папа работал по вечерам, курил, переводил сербскую поэзию на русский язык. А я, когда он уходил на работу, ему подорожал, видимо. Это была механическая пишущая машинка, он был с всей силой лупить пальцами по клавишам. Пальцы были тонкие, клавиши стояли редко, я промахился, задирался, значит, кожу с пальцев, это были первые макетворчества мои. Ну, так вот, постепенно, причем в три года у меня были истории про зверей в лесу, там, зайчиков и мишек, где-то к 4-5 я начал писать детективы про советскую милицию, видимо, под влиянием средствуют знатоки. Значит, а потом, 6 лет уже первая политическая колумнистика, оды Ленину, значит, размышления о счастливом, справедливом мироустройстве советского государства, то, что Захар Прилепин до сих пор не может преодолеть. Я вот примерно в 6 лет прошел этот этап. И так, ну, то есть, как бы, колумнистика политическая и одновременно, значит, фикшн-сюжет, меня интересовали всегда параллельно. Я занимался тем и другим. Ну вот, и дальше, в общем, «Метро-2040» это книга, придуманная в школе, я начал писать на первом курсе. Учился я на журналистов международника, при этом, то есть, несмотря на то, как меня отменяют, часто там, в чистом виде фантаста, никогда не являлся. Я являлся в большей степени гораздо журналистом. Потом работал репортером. А где? Я три года работал на Евроньюз. Я работал три года на «Раж Тодей». Противоположный опыт. Вел радиоэфиры на «Маяке» и работал в каких-то еще западных СМИ. И колонки писал уже как колумнист в различные здания. Там и глянец, и не глянец, и интернет, и так далее. В том числе для зарубежных пресса. Вот. И, то есть, у меня достаточно разнообразный журналистский опыт. Вот. И репортерский, и не только. И все это время, в параллели с этим, я как бы старался что-то писать. «Метро-243» вышло, когда мне было 24 года. И вот это до сих пор остается самой популярной книжкой. Но с тех пор, конечно, прошло много времени. У него предусмотренность полностью позавчера. Так что, надеюсь, что тем, кто читал только первую вещь, будет заметна разница между первой и последней. Если можно, все-таки писатель... И вот последний вопрос. Да, завершающий у нас уже вопрос, пожалуйста. Если можно, все-таки писатель живет с семьей, с близкими. И ревность близких к тому, что он делает, неизбежно. Как вы преодолеваете вот этот многое? Видно человека знакомого не понаслышке с этой проблемой. Слушайте, ну, как я преодолеваю? Я преодолеваю это путем переговоров. Иногда приходится использовать принуждение к миру. Поэтому тут такой вопрос. Иногда приходится скандалить и требовать права заниматься делом, которое в конце концов семью кормит. What the fuck? Поэтому это сложный процесс. Но мне кажется, что все-таки люди, которые совсем уж жертвуют семьей ради какой-то творческой деятельности, они несчастны. Другое дело, что несчастье это очень сильный генератор творческой энергии. Счастливые люди, им не о чем писать, им не хочется писать, им не хочется работать. У них все хорошо, они в балансе. Люди пишут, когда баланс нарушен, и мне кажется, и картины, и книги. Когда ты несчастен, это лучшая вообще питательная среда для каких-то сюжетов и произведений. Хочется работать, когда у тебя всю жизнь не так. Спасибо, коллеги. На этом вопросе мы уже вынуждены завершать. Может, давайте еще один какой-нибудь картиничка. Да, вот, молодой человек. Да, дедочка. Вот, эй, вот сразу видно человека, который смотрит тоже, как и я, Телеканал РЕН-ТВ. Я на тренажере смотрю. Нет, я на многих авторов лично. Они думают, что они веселятся? Нет, не только. У них, допустим, был представитель в военной части 1003, знаете, верился. Ну, и в экстрасенсы. В экстрасенсы, да, да. Почему бы не разбавить? Почему бы не разбавить? Спасибо, я эту машину. Да, совершенно верно. Да, спасибо. И как добавить этого? Что именно? Сразу энтузизм чтения резко возрастет. Нет, ну, слушайте, пусть другие люди занимаются этим. Надо делать то, что хочется, а не то, что нужно. Если будешь делать то, что хочется, даже если это не будет настолько же популярно, все равно, рано или поздно, читатель свой для этой вещи найдется. Ну, нужно, повторюсь, нужно честно стараться делать. И я стараюсь делать честно. Ну, то есть я очень стараюсь сделать искренне и правильне. И то, что хочется, потому что когда сам этим живешь, то и других не стыдно пригласить пожить потом этим. А если ты просто фабрикуешь по шаблону, ну, это продукт как бы бездушный, люди чувствуют фальшь. Вот. И мне тем более хотелось бы, чтобы меня все-таки умные люди читали чувствующие, а не чтобы к этому не относились никак вот к такой пролистать и выбросить на следующую ночь в поезде. Все-таки, чтобы какие-то будораживые как-то... По размеру, да. По размеру не тянет, да. Вот это зато... Зато в ЕДИШЕВ метро и видно сразу. У тебя от красного глаза бросается. Метап, Валяев, МШРТ. Ну, учитывая метро 2033, 2034, 2035, я не могу спросить, а текст 2 будет? Нет, нет. Текст 2 не будет, нет. Слушайте, есть книжки, которые предполагают бесконечное продолжение. Это вот метро, в принципе, если бы оно за 20 лет так меня как бы не вымотало, возможно, там можно продолжать еще и еще. А есть вещи, которые совершенно герметичны. То есть они вот... Вся история, весь сюжет, вся метафора, они переданы вот именно в этом правильном количестве страниц и ситуаций. Дальше нечего добавить. Вот и в будущее, там, сумерки и текст, это вещи совершенно законченные. И здесь просто есть расхождение между издательской конъюнктурой. И издательской говорит, давай еще одну часть этого. Хорошо продалось, давай еще бомбанем, а? Денег заработаем, как мне вот периодически говорит издатель. Я говорю, ну, понимаете, как бы, уважаемый издатель, ну, то есть, во-первых, у меня так все неплохо. То, что у меня книги переводятся на разные языки, у меня нет необходимости просто, слава богу, да, в отличие от других каких-то авторов, я избавлен от необходимости бесконечно вымучивать как-нибудь продолжение чего-то только потому, что мне нужно, там, обеспечить существование семьи. Так получилось, что, там, не знаю, книги переведены на тридцать с лишним иностранных языков, как бы, у меня есть там источники дохода какие-то. Я не жалуюсь, мне хватает, у меня нет сверх каких-то амбиций невероятных. Если бы, там, я деньгами, в первую очередь, интересовался, я бы пошел, наверное, в нефтянку какую-нибудь, там, или в асфальтоукладчество, понимаете, или в администрацию президента, ну, то есть, но для меня есть вещи какие-то более важные все-таки. Вот, поэтому давайте, вот у вас есть, там, Лукьяненко. Лукьяненко можно писать, там, ночной дозор, там, смеркающийся какой-нибудь дозор, там, есть, там, Акунин, который может все-таки, там, так-сяк, наперекосяк, при всем моем уважении к человеку, то есть, он может, там, длинными сериями работать. Есть детективщики и детективщицы различные. Это все мастера своего дела. Но их был выбор заниматься ремеслом. Их был выбор открывать фабрику на дому и там немножко, там, швейный станочек и, вот, значит, продуцировать. Вот, ну, может быть, им, как бы, там, нужно для чего-то, да. А мой выбор, как бы, этим не заниматься. Заниматься чем-то другим. Пытаться что-то новое найти для себя, разумеется. Понятно, что все мои находки, они уже сто лет назад все эти открытия сделаны другими людьми, гораздо были умными и взрослыми. Но я для себя предпочитаю, вот, идти по пламинному полю и палочкой тыкать, да, где-то пройду, а где-то, может, рванет. Но, тем не менее, это интересно в процессе. Чувствуешь, чувствуешь волнение, когда это делаешь, чувствуешь радость, когда это сделано. И всегда есть риск не угадать, и есть риск разочаровать. И, тем не менее, это, это, это часть процесса. Ну, мне, конечно, после Ивасика Кабзона не хочется слово творчество употреблять. Но это оно, понимаете, это созидание. Ты пробуешь что-то делать, чего там, вот это поиск. А ремесло это когда по шаблону, когда все уже найдено, и ты штампуешь. Вот, мне очень не хочется заниматься штамповкой. Продолжение следует...